друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить самый новогодний салат и это конечно же оливье но готовить оливье мы будем в двух вариантах делаем один такой более классический вариант и 2 у нас будет в виде заливного посмотрим я так никогда не готовила не уверена если честно что получится но мы вместе с вами делаем и проверим прежде чем посмотреть рецепт обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал нам понадобятся овощи картофель и морковь я здесь их предварительно запекла в духовке зеленый горошек конечно же для заправки нам понадобится сливочный хрен горчица майонез и натуральный йогурт без добавок колбаса у меня докторская можно взять курицу или мясо здесь как вам больше нравится маринованные огурчики и зелень еще нам понадобятся яйца я их сварила и залила холодной водой пусть пока что остывает чтобы легче почистились сначала нам с вами нужно нарезать овощи на мелкие кубики здесь смотрите салат получается намного вкуснее если вы овощи не будете варить как обычно а запечете их в духовке запеченные овощи сохраняют свой сок внутри поэтому салат с такими овощами получается очень вкусный вкус насыщенный яркий и если вы хотя бы раз приготовите овощи запеченные в духовке вы больше варить их не захотите это немножко дольше но вкус точно того стоит как запечь овощи мы просто моем картофель и морковь вытираем их слегка или можно просто оставить подсушиться заворачиваем в фольгу и убираем в духовку духовка у нас разогреты до 190 градусов и готовятся такие овощи примерно полтора часа мы с вами берем запеченные овощи их разворачиваем и очищаем от кожуры классный способ как быстро очистить картошку если вы ее запекали или варили в мундире мы берем маленький нож и вот так вот делаем надрез по всей картофель не вокруг надрезаем кожуру вот и теперь она у нас легче очищается можно даже ножом не пользоваться вот так вот теперь мы наши овощи нарезаем мелким кубиком можно кубики делать чуть покрупнее тут уж как вам больше нравится я очень люблю морковь детства вареную а запеченную так вообще самое важное когда я режу морковь для оливье и и вовсю не съесть просто так и обычно я себе кстати отдельно морковку запекай чтобы просто так скучно я вот вам хоть и сказала что особо разницы нет запекать картофель или варить но сейчас попробовала и вспомнила вкус печеной картошки и она намного лучше она прям сладкая поэтому картошку тоже лучше конечно все таки запекать в духовке морковь и картошечку мы нарезали кубики нас получились достаточно крупные потому что мы так любим и теперь мы с вами берем яйца они у нас полежали в холодной воде остыли и теперь должны легче очищаться от скорлупы мы их очищаем и тоже нарезаем кубиком или можно воспользоваться яйцерезкой теперь мы переходим к мясной части нашего салата я буду делать оливье с докторской колбасой мне почему-то захотелось в этом году именно такое оливье и совет по поводу выбора докторской колбасы если вы хотите купить вкусную колбаску а такая бывает докторская вообще как бы идеальная колбаса на мой взгляд лучше выбирайте ту колбасу на которой есть надпись гост у меня кстати ее нет но это колбаса тоже достаточно вкусно и второй момент смотрите чтобы колбаса была в категории а это означает что в колбасе очень много мяса и практически нет каких-то других ингредиентов мы с вами снимаем с колбаски пленку и нарезаем ее на кубики кстати посмотрите у меня колбаса достаточно бледного цвета это потому что в ней нет красителей ну может быть и есть но их очень мало и нам остается нарезать практически последний ингредиент не считая зеленого лука это маринованные огурцы я знаю что некоторые любят оливье делать с солеными огурцами некоторые делают со свежими кстати очень вкусно маринованные огурцы сочетать со свежими огурцами это придает такой свежесть и какой-то летний такой привкус зимнему классическому салату здесь все дело вкуса еще мы любим добавлять в оливье зеленый лук не обычный лук а именно зеленый потому что обычная дает горечь я ее в салатах не очень люблю а зеленый лук придает свежесть у нас с вами все ингредиенты нарезаны теперь мы с вами и сделаем заправку заправлять мы будем не просто майонезом мы смешаем майонез с натуральным йогуртом и добавим немного горчицы и сливочного хрена сливочный хрен у меня вот в такой вот баночке вот такой у нас получился соус очень вкусно кстати если вам не хочется готовить такой соус можно просто делать домашний майонез мне кажется что этот соус просто идеально подходит для оливье и теперь собираем наш салатик запах просто сразу новогоднее настроение появилось теперь добавляем зеленый горошек и жидкость мы не выливаем она нам пригодится буквально через пять минут мы с вами будем тестировать еще одну подачу оливье поэтому так вот набираем в ложку и кладем горошек салатника жидкость оставляем кстати еще очень вкусным получается оливье если его готовить не с консервированным горошком привычным а со свежим точнее замороженным мы покупаем замороженный зеленый горошек отвариваем его до мягкости это нужно кинуть в кипящую воду поварить пять минут затем споласкиваем ледяной водой и отправляем в оливье салат получается просто невероятный и классно считается с рыбой мы так готовили в том году делали оливье с соленой рыбой и с креветками и как раз добавляли этот свежий горошек если вам по каким-то причинам классический советский рецепт надоел обязательно проэкспериментируйте вот так салат перемешали теперь мы сделаем эксперимент мы берем и примерно 5 столовых ложек салата перекладываем другую тарелочку теперь мы с вами сливаем жидкость зеленого горошка нам нужно примерно 80 миллилитров это где-то 5 столовых ложек теперь мы ее разогреваем в микроволновке примерно до 70 градусов то есть жидкость должна быть горячая но не должна закипеть теперь нам понадобится вот такой вот быстро растворимый желатин мы его открываем и насыпаем в мисочку одну столовую ложку заливаем желатин подогретой жидкостью от горошка и перемешиваем до растворения выдавливаем сюда примерно одну чайную ложку майонеза перемешиваем теперь заливаем этой смесью наш салат и хорошенько перемешиваем теперь нам с вами понадобятся вот такие вот силиконовые формочки для кексов мы их ставим на плоское блюдо и выкладываем в них наш салат оливье теперь мы убираем формочки в холодильник примерно на пару часов если все нормально этот салат застынет и у нас получится очень красивая подача салата оливье то есть вкус будет привычный а выгонить этот будет очень интересно но так как я это делаю первый раз я не уверена в качестве желатина то я решила не экспериментировать и сделала большую часть салата просто классическим способом и несколько формочек решила попробовать теперь мы с вами займемся подачей нашего основного салата мы берем вот такое вот кольцо я его покупала на озоне она стоила наверное рублей 200 250 ставим его на блюдо и выкладываем салат и теперь мы посыпаем наш оливье зеленым луком предлагаю попробовать первый вариант пока он еще остался обожаю оливье мне кажется я жду зиму исключительно ради него но еще конечно за лыж но оливье точно меня заставляет любить зиму салат получился очень вкусным все таки печеные овощи делают свое дело главное всегда покупайте ингредиенты для салата качественные берите качественную колбасу или лучше сварите мясо или даже курицу это будет намного вкуснее потому что качественные продукты залог вкусного салата второй вариант оливье мы убрали в холодильник пусть он там застынет а завтра мы с вами посмотрим что из этого получилось друзья наш эксперимент удался посмотрите какой прикольный оливье у нас получилось сейчас мы с вами выложим на тарелочку я покажу как это все выглядит вот такая вот интересная и очень необычная подача самого популярного и привычного салата давайте попробуем по вкусу он должен быть привычным блин я закупила давайте попробуем потому что по вкусу он в принципе не должен отличаться от обычного оливье ой так надо взять горошинку замечательно как оливье из холодильника вот когда у нас остается салат мы в холодильник убираем потом достаем и кушаем вот точно такой уж по вкусу но подача прям очень классная если вы любите эксперименты хотите удивить гостей на новый год обязательно делайте оливье по этому рецепту а еще обязательно подпишитесь на наш канал если будет рада и поставьте лайк этому видео с наступающим новым годом